МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал Регион 12, информационная программа «12 новостей республики». Интернет-версию нашей программы можно найти на сайте tvregion12.ru в студии Екатерина Рома. И снова замело. Причиной тому погодные капризы января, когда мороз сменяется метелью и наоборот. Пик выпадения осадков в последнее время приходится в основном на выходные, поэтому понедельник для коммунальщиков действительно день тяжелый. Так, в Вишкороле в последние сутки на уборку улиц и дворов вышла практически вся имеющаяся в наличии техника. Досталось и работникам управляющих компаний. Принесли ли усилия результат, выясняла наша съемочная группа. Капризы этой зимы предугадать нелегко. Правда, появляется одна закономерность. Каждые выходные идет снегопад. В минувшие дни он был не таким сильным, как неделю назад. Но все равно работа у коммунальщиков прибавилась. Сегодня во дворах 37 единиц тракторной техники работают, которые направлены на борьбу со снежными заносами. Снег сегодня со дворов не вывозят, но планируется это в дальнейшем делать. Выходные немножко усилились по расширению проезжих частей, вывезли немножко больше снега. На сегодня вывезено около 61 тысячи кубических метров снега с улиц города. Из них около тысячи со дворов, ну и где-то 4 тысячи кубических метров снега вывезли предприятия различные городские. Уборка снега продолжится и в последующие дни. Соответствующие графики вывешивают управляющие компании на дверях подъездов. Плюс к этому вся информация доступна и на сайте столичной мэрии. Отдельно управление городского хозяйства обращает внимание на горы снега, воздвигнутые после уборки у торговых центров, заправок, промышленных предприятий. Их руководство должно изыскать возможность вывезти снежную массу за пределы городской черты. Одними сугробами во дворах коммунальщики не ограничатся. Есть у них и еще один фронт работ. После снегопадов возникает опасность, конечно, схода снежных масс с кровель нашего города. Особенно на старом жилфонде, где утеплителей не очень, и много льда скапливается в связи с этим, так как подтаивает постоянно. Специалисты администрации постоянно мониторят такие кровли, проезжаем по ним, выписываем предписания с требованиями убрать снежные массы с кровли в кратчайшие сроки. Но управляющие компании работают. То есть сейчас после очистки дворов они переместятся все у нас на кровельные вот такие работы. Впереди нас ждет по традиции самый ветреный и снежный зимний месяц. Поэтому от расторопности коммунальщиков и управляющих компаний зависит очень многое. И можно констатировать, что на сегодняшний день, по большому счету, со своей задачей они справляются. В снег или дождь, мороз или жару, но городской общественный транспорт должен выходить на маршруты ежедневно. А следить за его работой с недавних пор ишкаролинцы могут в режиме онлайн. Напомню, в конце прошлого года сначала троллейбусы, а затем и частные перевозчики начали подключаться к системе спутникового мониторинга городского пассажирского транспорта. На днях в списке умного транспорта появился новый маршрут. Это автобус номер 5К «Мышина-Луговая». Кстати, этот автобус стал первым из подключившихся к системе. Теперь с помощью соответствующего приложения или на сайте администрации города пассажиры могут отслеживать движение девяти троллейбусных маршрутов и восьми маршрутов, принадлежащих частным перевозчикам. В плане городских властей охватить спутниковым мониторингом все городские маршруты. Мусорная проблема имеет решение. Ровно через год в России начнет работать новая схема по обращению с твердыми коммунальными отходами. А пока регионы готовят соответствующую законодательную базу на местах. Впрочем, в Мариел немало неравнодушных жителей, которые уже сейчас готовы дать мусору вторую жизнь. Каждое третье воскресенье месяца неприметный синий грузовик появляется в разных местах Яшкаралы. Здесь принимают мусор. Старая одежда и аппаратура, бумага, жесть, пластик – все это собирают сами жители у себя дома. И приносят уже отдельно рассортированным по пакетам. Так они могут быть уверены, что каждая пластиковая бутылка пойдет на переработку, а не останется сотни лет лежать на свалке. У нас уже принято дома делить мусор. И ребенок маленький, восьмилетний у нас это с удовольствием делает. И даже контролирует дедушку и бабушку. Этот сбор мусора – частная инициатива. Впервые акцию по раздельному сбору отходов Денис провел год назад. Бросил клич в соцсетях и оказалось, что люди готовы задуматься об экологической ситуации в городе. И целый месяц собирать отдельно консервные банки и старые газеты. В этом месяце, в январе у нас уже целый год, целый год у нас исполнился, как мы разделяем весь мусор. Мы собрали за этот год уже около шести тонн, порядка шести тонн. Участвует у нас каждый месяц около ста человек, уже постоянно. Постоянно приходят новые люди. Такая целая газель набирается каждый месяц на каждой акции. Мусорные свалки во всем мире растут со скоростью 2 триллиона тонн в год. Российские города под особым ударом. Ведь переработка и сжигание мусора до сих пор толком не регулировалась законами. Хотя и из мусора можно делать деньги, которые, как говорится, не пахнут. Все, что подлежит переработке, это сырье, из которого можно и нужно производить новые товары. Так предприятия Морел могут переработать часть пластика и макулатуру. Однако только каждый третий из выброшенных пакетов с мусором в Вишкороле будет рассортирован. Остальное отправляется прямиком на свалку. Но подвижки есть. Полгода назад в городе появились вот такие оранжевые контейнеры. Сюда можно выкинуть пластиковые бутылки и флаконы. За небольшой этот период реализации данной программы было собрано 23,5 тонны подбутылок. Ну, также флаконов всяких пластиковых и иных отходов. Можно сказать, смотря на данный опыт, что не все жители активно участвуют в сборе вторичного сырья. В данные контейнеры попадают также и пищевые отходы, и иные посторонние отходы. Поэтому качество сырья снижается и идет нагрузка на сортировочный комплекс. То есть повторная сортировка отходов происходит. Согласно изменениям в федеральном законе об отходах производства и потребления, в следующем году ситуация в корне изменится и изменится к лучшему. Основная часть мусора, до 75%, будет перерабатываться. А за всем комплексом работ в каждом регионе будет следить одна организация. Так, с 1 февраля в Мариел будет объявлен конкурс на выборы регионального оператора, компании, которая возьмется за выполнение всех этих задач. Вывоз, сбор, утилизация и переработка бытовых отходов. Будет несколько сортировочных пунктов, но они будут централизованы же по республике, которые сосредоточены, будут перегрузочные пункты, куда будет доставляться, перегружаться, и строительство несколько полигонов. Но это уже четвертый этап – это создание самой инфраструктуры по переработке и утилизации твердокоммунальных отходов. Ждать изменений осталось недолго. Однако поменять свое отношение к проблеме нужно уже сейчас. Ведь только общими усилиями можем победить нашествие свалок и сохранить в чистоте город, в котором мы живем. Дела взрослых глазами детей. В Ешкароле началась оценка игровых и спортивных площадок, построенных в прошлом году. Изюминка в том, что экспертами выступают не взрослые, а дети. Шесть мальчиков и шесть девочек объединились в команду юных 12. Им от 8 до 14 лет. Все они – активные ребята из Ешкаролы. Все подробности далее в сюжете. Здравствуйте. Лидер команды юных 12 проводит опрос. Поэтому мы вас просим ответить на вопросы. Сейчас вам раздадут анкеты. Шестиклассница Маргарите 12. Она уже руководитель. Собрав вокруг себя активных ребят, в ближайшие две недели в школах, где они учатся, ребята проведут соцопросы среди своих сверстников. Основная задача – узнать, как обустроены территории вокруг домов, где живут дети, и достаточно ли они комфортные. На первом этапе нашего проекта мы решили провести опрос, чтобы узнать, что хотят наши жители, дети нашего города, подростки, что их вообще интересует, что хотят, чтобы строилось в городе. Результаты анкетирования лягут в основу создания уроков по комфортной городской среде, которые будут проводить сами дети уже в ближайшее время в школах города. А пока часть ребят занимается анкетированием, вторая тестирует детские игровые площадки. Короче или больше? Короче, да. Хотя бы штуки две-три, я не знаю. Быть услышанными и вносить свои предложения в последующее обустройство Ишкаралы, задачу которую поставили перед юными ребятами, конечно, взрослые. Проект «Комфортная городская среда глазами детей» был основан благодаря активным родителям города. Официально он находится под патронажем Республиканского движения поддержки общественных инициатив и администрации города. В течение года команда из 12 ребят, мы назвали ее лидер команды юных 12, они будут проводить опрос, они будут изучать, каким комфортны ли дворы с точки зрения детей. В первую очередь мы уделим внимание дворам, которые были благоустроены в 2017 году. Какие дворы будут одобрены детьми, станет известно уже в марте этого года. Впереди у ребят проведение конкурсов, исследовательских работ, создание фильма и формирование волонтерских команд не только в Ишкарале, но и в районах республики. Продвигать свой проект они решили через социальные сети. Присоединиться к движению юных 12 может каждый. Дорогу молодым профессионалам. В Мариэл стартовали отборочные соревнования профмастерства WorldSkills Russia. Свои умения в течение недели покажут маляры-отделочники, парикмахеры, строители, повара, электромонтажники, преподаватели младших классов и не только. Всего 120 человек. Это студенты техникумов, колледжей и вузов региона. По 15 компетенциям на 8 площадках они будут соревноваться за звание лучшего, выполняя задания международного уровня. Впрочем, впервые показать, на что они способны, смогут и юниоры. Это школьники в возрасте от 14 и до 16 лет. Это действительно ребята, которые имеют высокий уровень подготовки, которые покажут свои результаты, их будут оценивать независимые эксперты. Но и в дальнейшем эти ребята смогут принимать участие в соревнованиях более высокого уровня. Напомню, WorldSkills – это международное движение, главная задача которого – популяризация рабочих профессий и повышение их статуса. В Мариэл результаты отборочного чемпионата молодые профессионалы станут известны уже в конце этой недели. Победители представят регион на окружном и всероссийском уровне. В свою очередь, самые лучшие получат право войти в национальную сборную страны и представить Россию на мировом чемпионате рабочих профессий, который пройдет в следующем году в Казани. Отличники готовы заявить о себе. В Ишкороле продолжается региональный этап Всероссийской олимпиады по химии. В нем принимают участие почти 50 школьников из Мариэл. Традиционно, помимо теории, их ждал пятичасовой практический тур, в ходе которого они решали экспериментальные задачи. Отмечу, с каждым годом задания на межпредметных олимпиадах все труднее и требуют все больше разносторонних знаний. Цель для меня будет победить, потому что победа на олимпиаде дает очень большие льготы для поступления в вузы, в которые я хочу. По моему мнению, с прошлого года задания стали намного сложнее, тем самым они повышают значимость и уровень олимпиады. Экспериментальные туры по химии одни из самых сложных, я считаю, потому что тут должны проявлять эти настолько серьезные навыки экспериментальной работы, что любой учащийся среднеобразовательной школы просто не способен это сделать. Но для этого у нас в республике создана система подготовки в виде центра по работе с одаренными детьми, где мы системно обучаем и прививаем эти навыки экспериментальной работы детей. И поэтому я нисколько не сомневаюсь, что они все прекрасно справятся с заданием. Отмечу, региональный этап Всероссийской Олимпиады длится уже третью неделю. Последнее интеллектуальное состязание по немецкому языку состоится 20 февраля. Победители республиканского этапа представят Марион на всероссийском уровне. В свою очередь, призеры и победители Олимпиад в масштабах страны имеют право поступить в любой профильный вуз России вне конкурса. От театральной драматургии к изобразительному искусству. Известных актеров театра и кино в сценических образах теперь могут увидеть жители и гости Ишкаралын. В Национальной художественной галерее открылась выставка «Любить, творить, играть» от Московской галереи «Золотой плюс». Представить свой театральный проект приехал и основатель коллекции натурных портретов Игорь Кучеренко. Проект уникален, потому что практически такой работы никогда еще не производилась. Никогда еще такая коллекция не создавалась. Были отдельные попытки и написания портретов замечательных артистов и художников. Но это все было в мастерских, в студии, и это не носило такой целостный характер. И, конечно, команда мастеров, которые реализуют этот проект, это очень талантливые, интересные ребята. Работают в театрах, работают и пишут с натурой. И, конечно, актерам это тоже доставляет большую радость. Юрий Соломин, Мария Аронова, Людмила Титова, Виктор Сухороков и многие другие известные актеры здесь. В роли героев произведения Островского, Чехова, Тургенева, Достоевского. Авторы полотен – пять ведущих российских художников. В их числе и мастер акварели изморел Сергей Алдушкин. Идея-то возникла у Игоря Анатольевича, руководителя галереи. И он привлек нас просто вот эту идею воплотить в жизнь. И мы работали в силу своих возможностей, скажем. Трудновато вначале было, но потом все пошло-пошло. И это же длилось у нас в течение шести лет. Это очень важно, чтобы художник и галерист нашли друг друга. И совпали взгляды на жизнь, взгляды на творчество. И вообще традиции русского реализма мы одних и тех же художников любим, следуем этому направлению. И вот художники всегда, театр привлекал художника. Это уже второй проект от Московской галереи, представленный у нас. Девять лет назад «Золотой плес» экспонировал христианские святыни в художественных образах. Сейчас выставка «Любить, творить, играть» представляет собой собрание из 54 работ. Антологию современного театра в живописи все желающие могут оценить в Национальной художественной галерее до 25 февраля включительно. Информационная программа «12 новостей республики» продолжается. Выпуски МРИЛ-ТВ смотрите в полседьмого утра. Интернет-версия программы на сайте tvregion12.ru, на нашем ютуб-канале, а также в группах «ТВ Регион 12» в социальных сетях. В студии была Екатерина Роман. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин